Лечебное питание при заболевании в печени на два клипа разбиваю. Здесь в первом клипе общие принципы холецистит, и во втором клипе гепатит, и всё, что к нему примыкает. Короче, на два разбиваю. Традиционные советские методы – это диета номер 5, разработанная Певзнером, ещё 1927 год. Поэтому примерно 100 лет у нас эти диеты Певзнера, но они постоянно уточнялись, потому что в 20-е немножко другие были представления. Это периодически исторические эксушидаю. В 1949 году были переработаны, но тем не менее основные принципы Певзнера не остаются. Ну и в частности, для пятой диеты Певзнер рекомендовал дробность питания, частый приём пищи каждые 3-4 часа. И в любой передаче про диету, где появляются официальные наши диетологи российские, они тоже все про дробное питание говорят. Но, честно говоря, мне оно не нравится. Каждые 3 часа это невозможно, ты всё время спать будешь хотеть от еды. Я всё-таки раз в 6 часов. Ну, в общем, надо эту рекомендацию всё равно сказать, что для больных печенью каждые 3-4 часа они рекомендуют, и Певзнер рекомендует. Питание дробное. Энергетическая ценность должна соответствовать физиологической норме. Ожирение тоже, значит, вредно. Ожирение ведёт к стеатозу печени и существенно вредит печени ожирение. То есть непосредственно ожиряется печень там и так далее. Но позже я сделаю гастроэнтерологию, где подробно расскажу. Просто зафиксировать, что много есть нельзя. Но дробно, то есть дробно, но мало вот они хотят. Вот основная их идея, советских ещё диетологов. То есть маленькими порциями каждые 3 часа. Но, по-моему, это сплошное мучение. Маленькими порциями всё время есть. Ну ладно, бог там с ними. Количество белков должно соответствовать физиологической норме. Из них половину должны составлять белки животного происхождения. При алкогольном поражении печени, при белково-энергетической недостаточности, повышенное количество белков. Нормальное считается в СССР 1 грамм на килограмм белка в сутки, а повышенное 1,5 грамма на килограмм белка. При алкогольном поражении печени, при вероятности белковой дистрофии печени, они повышают, в общем, содержание белков в диете. Также длительно в СССР ограничивали употребление мяса и рыбы при желчнокаменной болезни с целью, чтобы не сдвигалось PH в кислую сторону. То есть считали, что белки сдвигают в кислую сторону, и поэтому образуются камни в печени. Сейчас это всё прекратили. И, наоборот, считается, что белки обеспечивают стабильность растворов холестерина, и, наоборот, в общем, помогают. Так что, в общем, протеины сейчас не ограничивают при печени. Что касается жира, то первоначальная диета Пьезнера где-то рекомендовала 60-70 грамм жиров в сутки, из них 2 трети животного происхождения. В то же время, ещё во времена Пьезнера, то есть 100 лет назад, было хорошо известно, что печень плохо переносит тугоплавкие жиры, бараньи жир, свиной жир, говяжий, поэтому сало всё запрещали. К тому же, там много холестерина и насыщенных жирных кислот, что всё способствует образованию холестериновых камней, жировой инфильтрации печени и прочему ужасу. Поэтому диета Пьезнера, естественно, пропагандирует растительное масло, которое усиливает процессы образования желчи, содержит много полезных кислот, линолевое, линоленовое, рахнидоновое. Они улучшают обмен холестерина, активируют ферменты липолиза и так далее. И опять же, распространённая российская рекомендация больше подсолнечного масла восходит большей частью к этим вот идеям о том, что растительное масло помогает от болезни печени, а животное, наоборот, вредит. Ну, в то же время, животное, какое против, допустим, сливочного масла ничего так особенно они не имели, просто лучше как бы постное. Сливочное, в общем, нейтрально, да, и вот жиры, короче, животные такие, тугоплавки, это вредно. Вот позиция советской диетологии. Также традиционно при печени запрещали жареные блюда. Объяснение такое, что при тепловой обработке жиров на 20-40% разрушаются полиненасыщенные жирные кислоты, образуются токсические продукты окисления жиров, которые плохо влияют на печень и на желудок. То есть растительное масло, это имеется в виду в салат, а жарить на растительном масле не надо. Можно растительное масло добавлять в супы и в творог. Вот отечественная диетология при болезнях печени очень рекомендует творог с растительным маслом, как в виде салата, так и просто. Вот это, в принципе, идеально, потому что они считают, что надо много белка и растительного масла при болезнях печени. Вот такая у них позиция. Ну, в целом, значит, со времён Певзнера у них выработались рекомендации, что надо жиры снижать. В целом, всё-таки много жиров при печени сейчас не рекомендуется. Общее количество жиров где-то 50 грамм в сутки. Накоплено много данных, что жиры вредят печени в больших количествах. И многие болезни печени именно от ожирения этой самой печени возникают. В то же время растительные жиры желчегонные. Это тоже хорошо доказано. Поэтому растительные жиры в небольших количествах точно рекомендуются, так как они, наоборот, печень тренируют, разгоняют. Что касается углеводов. Вот Певзнер считал, что сахар очень хорошо. Вообще, 20-е и 30-е они считали, что хорошо рафинированные продукты, сахар и крахмал. Поэтому в концепции 20-х Певзнер доказывал, что для печени очень хорошо сахар. Он создаёт запасы гликогена. И, значит, в принципе, нужно низкое содержание жиров, от которых камни, да, и хорошее содержание углеводов, так как они помогают печени. Печень синтезирует гликоген. Печень любит сахар. Ну, с тех пор у нас пошёл диабет. Рафинированная пища диетологами не одобряется. И внесли это в рекомендации для печёночных больных тоже. Значит, теперь у нас не рекомендуются рафинированные всякие продукты для больных печенью. Рекомендуется, любимая всеми, клетчатка диетологами, пищевые волокна, такие как фрукты, ягоды, овощи и отруби. Вот всё, отруби опять тут тоже начались. Значит, дефицит пищевых волокон, по современным представлениям, способствует росту заболеваемости желчнокаменной болезнью. Пищевые волокна усиливают перистальтику кишечника, вывод холестерина, улучшают отток желчи в 12-перстную кишку. При употреблении в пищу отрубей увеличивается количество первичных желчных кислот. То есть, пищевые волокна хорошо влияют на печень. Вот сейчас доказано. И поэтому рекомендуют фрукты, такие кислые волокнистые, яблоки и груши. То есть, такие твёрдые фрукты с хорошими волокнами, без сахарозы, с ртозой. Малину рекомендуют при печени. Овощи тоже такие волокнистые. Цветная капуста, морковь, картошка в целом рекомендуется при печени. Пастернак, зелёный горошек, отруби, вот эти просто пшеничные, куда-нибудь добавлять. Вот отруби, они увеличивают отток желчи и борются с жёсткой каменной болезнью. В то же время орехи, бобы при заболеваниях печени сейчас исключают, потому что там жиры и прочие всякие негативные явления. Есть хорошее исследование о том, что соки овощные, такие как морковный, огуречный, репа, редька, увеличивают в 2-3 раза выработку желчи, действует желчегонно. Разбавленные соки тоже, свекольный, капустный, брюквенный, они увеличивают секрецию желудочного сока, то что тоже помогает печени, и увеличивают также желчеобразование. Поэтому овощные соки тоже, вот они доказаны, что полезны при заболеваниях печени. Витамины, опять же из-за жиров. Желчные кислоты перерабатывают в основном жиры, падает при заболеваниях печени усвоение жирорастворимых витаминов, которые нужно дополнительно, естественно, как-то потреблять из продуктов или из БАДов. С 2003 года диеты Пейзнера официально отменили, и при болезнях печени применяют диету с механическим и химическим щажением, напоминающей то, что для кишечника, но с некоторыми поправками. Тем не менее, диеты Пейзнера продолжают изучаться, так как рекомендации там проверены. В принципе, вот она диета номер 5А Пейзнера, классическая, советская. Рекомендуется при остром гепатите, холецистите, обострении хронического гепатита, цирроза печени, то есть самая такая, в общем, при обострении заболеваний печени, вот что у нас рекомендуется. Дробный режим питания 5 раз в день, все блюда отварные, паровые, протертые, запрещены тушение, пассерование, ожарение. Жареное нельзя, короче, отварные только все. Рекомендуется обычный хлеб белый, супы вегетарианские, протертые, с протертыми овощами и крупами. Из мяса рыбы больше котлетки мягкие. Рыба и курица можно отварным куском, в принципе, они считаются диетические. Блюда гарнира из овощей рекомендуется, из крупы, отварная вермишель, омлеты, сладкое можно, компот и кисель, то, что часто они рекомендуют при язвах, при болезнях желудка, при печени тоже кисель, всякие суфле тоже вполне рекомендуется. Молоко можно, в принципе. Напитки чая, чай с молоком отвар шиповника. Чего нельзя? Жирные, жиры, короче, тугоплавкие. Свинина, баранина, гусь, утка и всё там сало. То есть жир нельзя, причём жир такой вот, который не растительный, а прям вот животный такой, аж такой затвердевающий. Жирную рыбу нельзя, сетра там, зубатку и так далее. Соответственно, кондитерские изделия нельзя не потому что сладкие, а потому что жирные. Вот торты с кремом нельзя при болезнях печени, из-за жира. Кофе, какао, шоколад они запрещают, кофеин плохо действует на печень, к сожалению, хотя и стимулирует мозг. Шоколад содержит магний там и так далее. Много плюсов, но вот на печень плохо он. Есть случаи, когда умирали эти больные печёночные шоколады от простого. Такое тоже есть. Специи, пряности, соленья, маринады запрещены. Кислые фрукты и ягоды. То есть, с одной стороны, яблоки рекомендуются, но не кислые. Бобовые запрещены. Брюквы, щавель, шпинат, грибы. Это всё раздражает. Желудочно-кишечный тракт. Капуста белокочанная запрещена, а вот сок из капусты они рекомендуют. Овощи с эфирными маслами, которые полезны, но при печени запрещены. Лук, чеснок, редька, редис. Орехи запрещены жирные. Семечки запрещены, потому что жирные. Мясные рыбные консервы запрещены. Там куча пряностей и жира, и соли. Пшено запрещено. Не знаю почему. Чёрный хлеб, алкоголь и газированные напитки. Больные печенью плохо переносят холодную пищу, поэтому даже разрешённый там кефир не должен быть непосредственно из холодильника. Мороженое, холодный кефир, холодное молоко может вызвать у них спазм и приступ печёночной колики. То есть холодное молоко, и поэтому мороженое им запрещено. И холодное ничего тоже им нельзя. Может быть приступ печени. Ну вот, это в общем общие такие рекомендации. При конкретных заболеваниях острых, холецистит. В остром периоде, когда совсем там болит печень, при холецистите максимальное ощажение и вообще ничего не ест. Пьёт некрепкий чай с сахаром, отвар шиповника и соки разбавлены. Где-то 1-2 дня. В небольших количествах 2-3 стакана в день. С 3-4 дня, когда проходит обострение холецистита, разрешают слизистые супы, пюре, жидкие протёртые каши из манной рисовой овсяной крупы с небольшим количеством молока. Протёртая каша, это практически не выглядит, как вот то, что мы едим. Это прям практически масса просто из этого риса. Протёртые компоты, кисель можно, муссы всякие, желе. Вот это можно, это вообще диетическое, да. Дальше можно творог. Вот творог они, да, всячески рекомендуют. Творог, котлетки из рыбы, из курицы, отварную рыбу можно. Это когда он постепенно у него приступ проходит. Ну, соль нельзя, без соли всё это готовят. Кормят 5-6 раз в день небольшими порциями. Ну и где-то через 5-6 дней переводят на диету с механическим химическим сражением, напоминающую диету для кишечника. Когда стихнет обострение, то на основной вариант стандартной диеты. Хронический холецистит вне обострения, назначается стандартная диета, но учитывается состояние желчного пузыря. При гипермоторной дискинезии желчного пузыря, допустим, можно есть что-нибудь такое, больше жиров. То есть вот если гипермоторная дискинезия желчного пузыря, то да, нельзя жиров. А при гипермоторной нужно стимулировать желчный пузырь тем, чтобы вводить все-таки жиров в достаточное количество. Ну, в основном причем растительных жиров. То есть сало они в любом случае при печени не рекомендуют, а растительные они рекомендуют. При некоторых заболеваниях печени, допустим, вот при гипермоторной дискинезии желчного пузыря, они рекомендуют жир, а также пищевые волокна за счет овощей, фруктов, ягод и так далее. Или просто отрубив в любую еду, либо просто вот клетчатка стоит, вот это они рекомендуют при печени. В магазинах клетчатка. Ну, вот, в принципе, вот так. Желчно-каменная болезнь. Желчно-каменная болезнь возникает в результате изменения химического состава желчи, увеличение содержания в ней холестерина, уменьшение желчных кислот, сдвиг PH в кислую сторону. В связи с этим возникновение камней способствует, когда много жрут, избыток мочных и крупяных блюд, которые как раз вызывают сдвиг желчи в кислую сторону, то есть много мучного, много крупы, традиционная, кстати, еда на наших территориях, она приводит к желчно-каменной болезни. Она сдвигает PH в кислую сторону и образуются камни. Недостаток растительных масел, недостаток витамина А, низкое содержание пищевых волокон, поэтому, если уже больной желчно-каменной болезнью, нужно ограничивать продукты, богатые холестеритом. Это, допустим, субпродукты по типу сердечек, там всяких печенок. Яйца нужно ограничивать, сало ограничивать, потому что именно избыточное поступление холестерина приводит к камням. Чтобы холестерин не выпадал в виде кристаллов и камней, он должен быть упакованным в желчные кислоты и в лецитин. Поэтому синтез желчных кислот улучшается белковыми продуктами. То есть, на самом деле, белковые продукты рекомендуются, но от которых холестерина мало. Это, например, творог обезжиренный, рыба, лецитин, это из растительных масел, в растительных маслах нет холестерина, но они желчегонные. Ну, вот, примерно такие. Хотя есть дискуссии, то есть, некоторые считают, что растительное масло не надо при желчнокаменной болезни, они потому что желчегонные и увеличивают боль. Из животных жиров также рекомендуют сливочное масло, так как в нем есть витамины А и К, и они нужны при печени. То есть, сливочное масло нормально при печени, только жарить на нем нельзя, просто намазывать там хлеб, потому что там витамин А. То есть, не все жиры вредны при печени, многие полезны. Для изменения реакции желчи в щелочную сторону молоко, которое имеет щелочную реакцию, молочно-кислые продукты, опять этот творог, который они все время при печени рекомендуют при всех болезнях, сыр, способствует работе печени, на самом деле, овощи, они тоже обычно щелочные, кроме тыквы, бобовых и грибов, фрукты и ягоды, кроме совсем кислых, таких как брусника и красная смородина. Нужно много пить, потому что там, ну причина ко мне, что там просто воды мало, там холестерин выпадает, поэтому нужно пить. Минеральная вода, весьма показана при желчекаеменной болезни. Достаточное количество солей и магния должно поступать, поэтому даже предлагали магниевую диету. магнием богаты пшеничные отруби, гречка, пшено, арбуз, соя, морская капуста богата магнием, ну и магния просто сейчас в БАДах много магния, что он достаточно так хорошо помогает. Ну вот, это значит холецистит и гепатит в следующем клипе. Субтитры сделал DimaTorzok